Вот часто очень говорят, есть такое понятие, главный санитарный врач России. Я до сих пор не могу понять, в чем функция главного санитарного врача России. Написать на бумаге его обязанности, это можно, это не проблема, по пунктам. Но ведь надо понимать, что такое санитарная деятельность по всей России. Я вот, я этого не могу понять. Зачем надо следить? Да, надо следить за тем, чтобы были качественные продукты. Но качественные продукты, еще раз повторяю, они очень часто совершенно не зависят от того, откуда они везутся. Ведь некачественные продукты, если мы говорим о товарах таких, они ведь могут производиться где угодно. И в той же Голландии, хотя шансов немного, чтобы там, потому что там достаточно высоко следиться за этим, за всем. Но я же не знаю, кто там производит эти некачественные продукты, если они появляются. Может быть, там наши бизнесмены их производят, что тоже возможно. Некачественный товар может появиться откуда угодно. Давайте возьмем, значит, уже бесконечное вот это китайское производство. Разве можно говорить об этом качестве? Нет, невозможно. Поэтому надо, конечно же, наладить прежде всего систему четкого досмотра и проб, причем без всяких. Вот чтобы не было никаких скидок никому, никаких поблажек, чтобы не было ощущения того, что, ах, это из Голландии, значит, это хорошо, а это из Китая, значит, плохо. Нет, надо просто конкретно оценивать качество каждого товара, который может быть либо полезен тем, кто покупает эти продукты, либо вреден тем, кто покупает эти продукты. Вот это относится ко всем понятиям вот этого санитарного режима. Я думаю, что отставка Анищенко логична, потому что все это попахило просто простым формализмом. Вот его деятельность, мне кажется, она была чисто формальной. Я не убежден, что человек, пришедший на его место, займется чем-то другим. У меня такое ощущение, что это просто так смена, а он будет опять на тех же позициях. Может, это будет по-другому называться, но позиции будут, с моей точки зрения, те же.